Всем привет, друзья! Это Resident Evil 7, меня зовут Миша Килкунтак, и мы по-прежнему пробуем, так сказать, починить лифт, чтобы выбраться отсюда. Нам осталось найти кабель, и я пока не знаю, где его искать. Вот честно, не пойму. Может быть, выше надо вылезти, кстати. Я помню, там был промежуток. Так, в прошлой серии мы нашли пулемет в капитанской кабине, точнее, в капитанской каюте. Как вылезти? Вот. Что у нас здесь? Так, еще один сейв. Мы здесь были. Допустим. А в другие стороны? О, эпоксид. Значит, мы не все тут исследовали. Давай попробуем поискать что-то еще. Это мы видели. И, кстати, у нас уже есть отмычка. Да, тут был сундук, я помню его. Вот сундук. Что тут полезного? Древняя монета. Неплохо. Патроны для пулемета. Открой шкафчик. Еще эпоксид. Правка. Да мы живем, слушай, вообще шикарно. Так, ноутбук это то, что мы уже смотрели? Блин, ползет сюда. Вот же гадость. Ну, мы отделались от него. Открываем. Раньше эта дверь была недоступной, а теперь мы можем ее открыть. И куда это мы пройдем с тобой? Карта, получается. Где мы? А, мы еще не были в душевой и в лазарете, да? Ну, окей. Ох, слушай, как тяжело смотреть на этот вид вообще. Такой огромный корабль и так развалился. Какая у него печальная судьба. Я прям не знаю, как сказать это. Как выразить эти эмоции. А вот тут надо аккуратней быть. Может кто-то выскочит еще. Мало ли что. Так, еще эпоксид. Больше нет места. Аптеку создали. И все равно нет места для эпоксида. Как так? Еще одну аптеку что ли создать? Ну, давай. Вот. Нормальненько. Ящик. Пусто. Пустой ящик. И это пустой ящик. О, не-не-не-не-не-не. Что это за хрень? Подорвись. Я как-то инстинктивно взял эти бомбы, когда услышал такой звук. Он еще живой? Вот это жесть. А почему он такой живучий? Я две бомбы использовал. И как он это делает через текстуры? Это реально слишком живучий какой-то монстр. Большой и живучий. Еще и взорвался. Ох, да. Еще коррозийное вещество. Так вот, зачем мы аптеки создали. Дистанционная бомба. Давай с бомбой пока побегаем. Тут я вроде все уже залутал. Точно, я хотел тут что-то сделать. А вот и кабель. Нормально. И снизу еще вот этот. Открути. Там такие звуки на заднем фоне, как будто кто-то снова идет. Силовой кабель. Все, теперь главное добраться до лифта. Аптеку пока не буду использовать. Да, звуки реально как кто-то бегает. Здесь, я думаю, можно и пробежаться. Так, а вот этот звук мне уже не нравится. Постоянно такое чувство, что где-то кто-то ходит за тобой. Оно преследует тебя постоянно. Предохранитель. Вставляем этот кабель. Где он? Вот. Ну. Запустился Левчанский. Второй этаж. Погоди, нам нужно на второй этаж проникнуть в подвал и спасите Итана. Так зачем на второй этаж? Стой, стой, стой. Я уже думал это какой-то обман, чтобы мы больше не попали в лифт. Давай на подвал поедем. И тут нас будет ожидать, конечно же, куча монстров, скорее всего, да? Он ждет. О, патрошки. Блин. Фу, какая гадость. Так, вон кто-то лезет. Я его вижу, в принципе. Сильный эпоксид. А куда ты лезешь, друг мой? Ну, давай, давай, иди сюда. Попытка не удалась. А у нас есть еще пулемет. Из-за него уже придется использовать аптеку. Но благо у нас есть такая возможность. О, появилась еще одна бомба. Только хотел сказать, что бомб больше нет. Но она есть одна хотя бы. А, ну здесь можно против этого мелкого. Итак, повоевать без бомб. На эти звуки меня реально очень напрягают. Тихо. Я уже ножом мажу. Вот серьезно, такое ощущение, что кто-то уже идет сюда. Пистолетные патроны. Тут раньше был эпоксид вроде. В какой-то похожей комнате. Дистанционные бомбы. Патроны для пулемета. Вообще живем, слушай. Меня как-то напрягает то, что проход открытый. И могут зайти в любую секунду. Ну ладно, допустим. Вроде все забрали, можно заходить. Снова это место. Но патроны здесь не лежат в этот раз. Зато бомба лежит. А, ну конечно же, оживай давай. Это большой этот. Для большого не жалко и бомбу потратить. В смысле, почему она не сработала? Как так-то? Под лестницей не срабатывает бомба? Вот это новость. Я в шоке. Одна бомба просто профукалась. Как будто мы не подбирали ее. Так, это толстяк. Да подорвись ты уже, ну. Надо валить, потому что он сейчас заблюет нас полностью. Давай, спускайся вниз. Да что ж ты творишь? Через текстуры, читер. Блюй, блюй. Мне не страшно. Все, упал. Жесть. Так, ящик еще вижу. Патроны для пулемета, по-моему, были. Но даже если для пистолета, тоже неплохо. Так, ладно, идем. Вроде бы ничего не пропустил. И эту штучку откроем. У нас есть еще. Это кислота. Древняя монетка. Все клево. Так. А, погоди, погоди. Туда я пойду позже. Сейчас еще сюда хочу зайти. Здесь только вот эта штука есть. Ну давай, откроем ее. Две дистанционные бомбы. Вообще то, что надо. Может, будем с бомбами пока? А то я чувствую, будет жарко. Все, мы готовы. Ты должна кое-что сказать. Бежим спасать Итана. Итан. 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 Я знаю, знаю. Я тебя пальцем не трону. Да, путь моя воля никогда бы не тронул. Что ты хочешь сказать? Сынок, не убийца я. Маргарита и мой сын Лукас тоже не злодеи. И даже это Зоя. Это девочка. Эвелина. Это все она. Что она такое? Что она с вами сделала? Она заразила нас своим даром. Так она его называет. Я нашел ее в заливе возле потерпевшего крушения танкера, вроде бы написано было. После этого тут все изменилось. Значит, она вас заражает, а потом подчиняет себе? Нет, сынок, не совсем так. Она просто... Она проникает в твой разум и душу, а потом... Уже ничего не поделаешь. Ты с ней одно целое и не можешь подавить стремление. После этого ты совсем другой человек. Прямо как Мия. Значит, Мия связалась со мной из-за Эвелины? Послушай, этой девочке просто нужна семья. Эвелина, не трогай его. А я сделаю так, что полюбит. А, почему? Он же тебя не любит, а я сделаю так, что полюбит. Не надо, не трожь его. Глупенькая, я же сказала, что ему не будет больно. Не смей. Или что? Ты мне не мамочка, помнишь? Да, какая-то жесть происходит. Мы уже играем за Итана. Мия, Мия, как так? Нельзя тянуть ни минуты. Выберись отсюда и найди её. Вот, возьми. Погоди, погоди. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Тебя спасают. Иди, я не смогу долго ей сопротивляться. Нет. А теперь иди и убей эту маленькую сучку. Нет, нет, Мия. Нет. Так, мы уже играем за Итана. Одолейте Эвелину. И у нас, конечно же, ничего нет, кроме образцы ткани Эвелины. Бутылочка с образцом ткани. Да, весело. Сколько всего наутали и остались ни с чем. Ну, сучка мелкая, где же ты, мать твою? Хорошо. Умывальник. Стол. Вроде ничего тут нет. На столе тоже. Вообще что-то лута нет. Ну, полезли. Это всё из-за тебя. Да что из-за меня? Я вообще невинен, как дитя, божественное дитя. О, мы вышли из корабля. Получено достижение в морскую глубину. Ну, замечательно. Грациос нас. Главное не получить вывих в лодыжке, когда так прыгаешь. нигде нет лута, а? А эти звуки вокруг немного пугают. Фу, это же дохлая рыба. И где-то вертолёт летит. Вижу его. Смотри, какой огромный корабль, это капец. И то, это осколок корабля, только одна из его частей. Да, неплохо так нас подзакинуло тут приключение. Поехал спасать девушку Итан. А сидел бы дома, кушал бы чипсы, и ничего бы с тобой не случилось. Будем заходить сюда. Карабкаемся понемногу. И где мы окажемся? Какая-то хижина. Опачки. А у меня даже ножа нет. Улучшенные пистолетные патроны. Погоди, журнал. Соляная шахта Аберкромби, Южный Далви. 18 февраля 1892 года. В шахте Паттерсона произошёл обвал. Туан и Бекфорд погибли, а Хаксли на всю жизнь останется инвалидом. Старик Стэн был прав. Грунт слишком нестабильный. 19 февраля 1892 года. Компания не собирается присылать никого на замену. Вместо этого от нас требуют работать в две смены. Жду не дождусь, когда вернусь у родные края. Хорошо, окей. Психостимуляторы. Давай применим их. Использовать. Так, я что-то за стенкой пропустил, да? А как мы попадём-то за стенку? Пролезть-то нельзя или можно? Я что-то не очень понял. Я, походу, не могу туда выбраться. Видимо, я смогу выйти из дома немного позже. Обойду и возьму там это дело. Это мы уже прочли. Фотография, вертолёт. Они следят за нами с вертолёта? Ну, наверное. Альфа-1, это Браво-1, как слышите? Это Альфа-1, доложите, что удалось найти. Мы тщательно обыскали поместье Бейкера, но выживших не обнаружили. Повторяю, выживших не обнаружили. Мы нашли там следы боя. Эвелина? Не нашли. Но мы нашли зашифрованное сообщение от Лукаса, сына Бейкера, адресованное неизвестному третьему лицу. Думаю, нетрудно догадаться, кому. Лучше не бывает. Как сообщает, он где-то в заброшенных шахтах. Я отправлюсь туда и проверю. Вас понял. Тогда встретимся в упомянутом месте. Повторяю, стрелять на поражение. Окей. Так, патроны возьми. Это мы откроем за монеты. Допустим. О, сундук. Вы забрали вещи Мии. Такс, хорошо. Сейчас возьмем оружие и продолжим. Капец, я хотел за 9 монет приобрести этот пистолет, но у нас только 5 древних монет. Не получится. Ну что, ребят, я в общем взял все, что самое необходимое. Кучу оружия и патронов к ним, а также аптечки. Я думаю, нам этого хватит. Еще 2 свободных ячейки осталось. Такс, и давай обойдем дом. Не понял. Патроны еще валяются. Нормально. Хэдшот. Бабах. А, здесь патроны и высвечивались нам. Я еще что-то ищу. Эпоксид, эпоксид. Ну не знаю. Давай возьмем. Если что, выбросим его. Просто у нас аптек и так хватает. Ах, это эти говнюки. Не знаю, из дроби их что ли завалить. Нормально. Приветик. Этот не завалился с первого раза, потому что это был не хэдшот. Вот так уже лучше. Нет, не лучше. Как же он уворачивается, вот это машет, как пьяный идет. Я уже испугался, еще раз встанет. Не, это не очень круто. Сейчас мы потратим на них всю дробь. Там еще вроде кто-то идет, да? Ну, конечно же. Двое почти одновременно подходят к нам. Вот это он, когда идет... Тихо-тихо, вали-вали-вали-вали. Слишком близко подкрался к нам. Конечно, спиной тоже к ним поворачиваться не лучший выход. Вот так, собственно, и лишаются головы. Я думаю, вернемся. Сейчас еще пополним боеприпас. Нам не удалось пополнить боеприпас, потому что больше нету этих гильз. К сожалению. Вот ящичек. Давай попробуем залутать его издалека. А то, мало ли, еще взорвется. Так, еще патроны. А, погоди. Сильный эпоксид. Ну, я не знаю, блин. У нас теперь все сумки заняты. Я думаю, какой-то из них выбросим, когда найдем травы. И, скорее всего, это будет слабый эпоксид. Нет, спасибо. Мы такой же самый еще выбросим. Все, заходим. Нажимай на эту красную кнопку, на которую нельзя нажимать, по идее. И заходим. Кстати, с пистолетом как-то не камильфо. Давай будем, не знаю с чем. С бомбами или дробовик до конца используем. Ох, звуки не самые приятные. Еще, когда ты знаешь, что спускаешься на такую глубину, где еще есть монстры. Ну, привет, шахта. Эй, дай я выйду. О, приветик. В смысле, он еще живой? Да как так-то? Просто невиданная наглость. Растяжечки. Я думаю, она нам пригодится, эта растяжка. Ааа, мой косяк, конечно, мой косяк. Просто хотелось подойти к ящику. Травочка. Такие звуки, как будто кто-то идет, не? Да-да-да, идет. Во, нормально. Сейчас будет минус один. И последний патрон ушел не зря. Так, что мы используем? Бомбу? Ой, чуть-чуть не добежал. Какая жалость. В смысле, он еще ползет? Ну, давай. Ха, весело подорвался. Но у нас немножко теперь минус по оружию. Я думаю, аптеку еще можно не использовать, да? На один ударчик нас хватит. Еще раз тяжечка. Можно тоже было ее использовать. Но одновременно против двух монстров нет, наверное. Потихоньку идем вниз. Так, это вентиляция, я так понимаю, для работников шахты, которые здесь копали. А, бомбы? Все, мы с бомбами будем. Это здорово. О, ну привет. Бабах. Так, что-то вы прыгаете. Так весело на меня. Сдох, нет? Нет, ты смотри, еще ползет. Вот теперь с этим покончено. Поскольку у нас не так много боеприпасов, надо как-то экономить. Да, это сзади, блин, было. Это сзади, сзади, сзади. Толкай тележку, пожалуйста, толкай ее. Да как ее толкнуть-то? Ах ты ж, зараза. Блин, да что ты делаешь, Итан? Ну сейчас еще завалят на ровном месте. Вставай, Итан, вставай. Что за вакханалия происходит? О, боже. Жесть, сколько патронов на них уходит. Ну почему я же жал тогда F? Почему он не хотел толкать? Все разбили. Но здесь ничего нет. Хорошо, что я аптек много взял. Это радует. По состоянию здоровья нормально. Никаких нищиков нет. К сожалению, да. Пусто, пусто. Растяжечка. Но я думаю, мы ее не обойдем так. Бабах. А вот это мы заберем. Что у нас такое? Гильзы. Есть. Ну три патрона, хотя бы так. Если это будут хэдшоты, то это минус три монстра. Так, погоди. А, я как знал, я как знал. Что мне это пригодится издалека каждый ящик расстреливать. Рано или поздно пригодится. О, травки. Куча травок. Нормально можем создать аптеки. Давай. И сильную аптеку. Да все шикарно. Живем. Ребята, благодаря вам меня уже неделя как не беспокоят странные мысли. Теперь все нормально. А она до сих пор думает, что провела меня. Вы уж постарайтесь исправить это недоразумение. Она ведь не только выглядит как малое дитя, но и глупая как дитя. Однако мама и папа пока в полной отключке. Любопытно, это вы запрограммировали ей эту всю семейную одержимость. Результат, мягко говоря, хреновый. Эта сука Мия до сих пор пребывает где-то между счастливой страной Эви и реальностью. Она становится весьма агрессивной. Пришлось запереть ее в камере. Мне казалось, что Эвелина должна была разозлиться, ведь Мия ее любимица. Но ей вроде все равно. Вообще-то Эвелина иногда к ней наведывается. Думает Мия ее мамочка. В общем, хреновое у вас получилось биологическое оружие. Семейная одержимость Эвелины выходит из-под контроля. Она заставляет всех похищать все больше и больше бедолаг, чтобы добавить в свою семью уродов. Может ей надоело, потому что Мия к ней не вернулась, но меня все это уже порядок достало. Ведь именно мне приходится подчищать дерьмо, которое появляется, а когда появляется кто-то новый. Кстати, Эви вроде не здоровится. Кожа у нее становится все более морщинистой и волосы седеют. Так и должно быть. Она как будто внезапно постарела. Эвелина типа старый ребенок, да? Точнее старик в теле ребенка. Забавненько. Это что такое, фоточка? В данном отчете описаны симптомы заражения человека бактерией, обитающей в объектах серии Е. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с документом, прежде чем работать с боевыми агентами серии Е. Далее именуемое как плесень. Первоначальное заражение. Плесень питается веществами из зараженного хозяина и растет постепенно, захватывая все клетки. Один из побочных эффектов – чрезвычайно высокие регенеративные способности. В ходе экспериментов мы ампутировали у подопытных руки и ноги, а им удавалось за считанные минуты приживить ампутированные оконечности обратно. Промежуточная стадия. Когда плесень достигает мозга, мысли субъекта синхронизируются с мыслями агента серии Е. Субъект начинает слышать голоса и испытывать галлюцинации. Вскоре он подпадает под полный контроль агента серии Е. Если не остановить процесс, субъект полностью потеряет свое Я. Последняя стадия. После того, как плесень распространится на все клетки организма, субъект начинает терять человеческий облик. Физические изменения разнятся от случая к случаю, но в результате субъект приобретает огромную физическую силу. Сдержать субъект, достигший этой стадии, чрезвычайно трудно. Вот такие вот эксперименты с мутациями происходят. Когда играешься с тем, о чем не понимаешь. 5 минут после введения дозы рвота. Некротоксин Е. Испытание для подбора дозы серии Е. 10 минут после введения дозы смерть. 12 минут после введения дозы кальцификация клеток. А это что? Какой ящик Пандоры? А, нам надо вставить вот эту штуку, давай. Какой-то эмбрион высасывается. Некротоксин Е. Видимо, это мы должны уколоть ВВ-лину. Некротоксин Е. Разрушает клетки объектов, созданных на основе модели биологического оружия серии Е. Использовать только для уничтожения объектов серии Е. Перед употреблением токсин необходимо стимулировать. Для этого поместите в контейнер с некротоксином образец клеток серии Е. Собственно, мы сделали, а потом уже прочли инструкцию. Ну, так тоже можно. Данный проект был инициирован в 2000 году в качестве одной из концепций инициативы ERTPSP. Экспериментальная разработка типа токсического преимущества следующего поколения в сотрудничестве с организацией HCF. Основной целью было создание белого оружия для массового уничтожения врага без прямого контакта. Впоследствии инициатива ERTPSP была свергнута, а все наработки были переданы в данный проект. Отличительной особенностью данного проекта является способность обращать врага в союзника, преображение враждебных элементов добровольных помощников. Таким образом снижаются не только расходы на содержание военно-пленных, но и на само проведение боя. Неудивительно, что такие организации как непонятно что и даже стремятся принять в этих разработках участие. Данный проект не состоялся бы без открытия в цензура-цензура чрезвычайно развитого грибка, замещающей эволюцией. Чаще всего для него используется термин мутогриб. Приоритетным методом производства было добавление генома мутогриба к человеческому эмбриону накануне перехода к стадии 4 и культивация контролируемой еды в период от 38 до 40 недель. Полученные организмы в дальнейшем обозначались как потенциально подходящие особи. Они аранжированы по степени полезности от неудачных и бесполезных результатов. От неудачных и бесполезных результатов серии АД до безупречной серии Е. Для биологического оружия была выбрана стандартная внешность, а именно 10-летняя девочка. Такой выбор облегчает смешение с городской популяцией или беженцами. Первая особь серии Е по имени Эвелина обладает способностью выделять мутогриб цензура из своей ткани по собственной воле. Необходимо также отметить, что мутогриб Эвелины обладает способностью подчинять себе тело и разум особи хозяина. О механизме данного контроля со стороны Эвелины нам еще много предстоит узнать. Однако уже существует рабочая теория о том, что вектор действия подобен самоиндуктивным феромонам, используемым для дистанционного взаимодействия между бактериями псевдо... ...нам...дами какими-то, непонятно. Эвелина достигает контроля в нескольких раздельных этапах. Первым из которых являются галлюцинации. Почти незамедлительно после заражения субъекта начинают посещать видение Эвелины. Хотя на самом деле ее рядом нет, слышится ее голос, не слышный для окружающих. Расспросы субъектов, находящихся на ранних стадиях заражения, показали, что первое время фантом Эвелины кажется обычной маленькой девочкой, жаждущей дружбы или помощи. Однако со временем она становится все более агрессивной и требовательной. Она приказывает субъекту наносить себе увечья или нападать на окружающих. Психический шок, испытываемый субъектами от совершенного, позволяет Эвелине обрушить их естественные ментальные барьеры и начать психологическую обработку. Ко времени достижения полного ментального контроля мутогрибковая инфекция поражает все клетки организма и тело цензура. Вот такой вот непростой проект этот Эвелина, я бы сказал. Реально. Так, записончик. Эвелина также способна формировать организмы из мицелия, то есть грибкового волокна. В данном случае термин организм не точен. Строго говоря, это сверхорганизмы, полностью состоящие из бесконечного мицелия. Однако важно отметить, что этим производным организмам свойственен мощный инстинкт самосохранения. Они яростно защищаются при малейшем намеке на угрозу. Свойственная этим грибам плотность и сила придают им потенциальную ценность на поле боя. Исследователи называют эти сверхорганизмы плесневиками. Они состоят из плесени, а также это название созвучно слову боевики. Есть в этом наименовании некая выдумка. Для лечения случайных заражений была разработана уникальная грибковая сыворотка, получаемая путем цензура образцов тканей Эвелины. Применение сыворотки на зараженном субъекте приводит к кальцификации мицелия. Однако в случае, когда клетки субъекта обширно поражены, применение сыворотки приводит к летальному исходу. То есть то, что нам и нужно сделать с Эвелиной. В силу того, что временной промежуток, подходящий для лечения, так мал, основным применением сыворотки является скорее устранение зараженных субъектов, нежели их исцеление. При исследовании свойств сыворотки мы обнаружили, что подвергание ее влиянию усиливает эффект до крайней степени. Таким образом был открыт состав, который мы теперь знаем под названием некротоксин Е, даже в малых дозах. Крайне любопытно было наблюдать в поведении Эвелины такое явление, как ее одержимость идеей семьи. Во время экспериментов было обнаружено множество случаев, когда зараженные субъекты были вынуждены играть роль ее отца или матери, относясь к ней как к родному ребенку. Почему для получения ментального контроля она выбрала именно эту тему? С одной стороны, это кажется случайным выбором. Возможно, она инстинктивно осознает, что семейная ячейка лучше подходит для успешного внедрения в социальные группы, нежели одинокая девочка. С другой стороны, кто-нибудь сентиментальный может предположить, что она пытается компенсировать четко осознаваемую нехватку любви в процессе своего взросления в карантине. Ей не хватает родительской любви. Я думаю, сентименталы не правы в этом плане, но посмотрим. Так, а тут у нас еще комната сейва, зажигательные боеприпасы. Погоди, а что это значит? Может быть возьмем гранатомет? Или обойдемся гранатами? Ну да, я все-таки взял гранатомет, не удержался, но в принципе у нас есть место и для гранат, так что нормально, давай засейвимся. И я думаю, уже продолжим в следующей части продвигаться по этой шахте. Спасибо вам большое, друзья, за ваш просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокол, чтобы не пропускать новые интересные видео. А с вами был Миша Килкунтак и до новых встреч. Пока-пока!